уважаемый суд да уважаемый суд нам бы хотелось уточнить какие требования заявлены о каком конкретно ремонте потому что уточненное исковое заявление она вот такое короткая коротенько здесь вообще ничего не написано я хочу конкретно чтобы перечислили какие к нам претензии или нам исходить из того иска который раньше был из того понятно он он из чего состоит я так помимо этого мы делали ходовую часть и запчасти заказы меня нет претензий не сделали хорошо но то что касается двигателя вот этой замены цепи они не зафиксировали болт надлежащим образом цепь сорвала и когда не приехала на следующий день цепь не сорвала неправильно говорю из-за того что был был не зафиксирован его там накренила вам это все и в показаниях механика это все было цепь слетела я к ним приехала когда у меня машина ушла в аварийный режим и толком не ехала я не приехала на следующий день так и так ребята чем не делать мы не знаем сказали они мне попробуйте обратиться в мастерскую машина времени куда я только-только и доехала там машина у меня стало окончательно и когда стали смотреть уже посредством видеокамеры так далее машину разбирали товарищи киселева несколько раз вызывали на полтора месяца ждали когда он приедет чтобы посмотреть эту машину и механик его приезжал и он сам приезжал и все видели что там из-за сорванной цепи загнуты были клапана что это капремонтов товарищ киселев сказал я делать машину не буду раз она здесь стоит делайте сами пусть в они делают это иван и ваниди механик машины да да уважаемый суд у меня конечно масса вопросов у меня есть письменный отзыв я сейчас его представлю а я его представила уже мы суд еще в мировом суде посмотрите пожалуйста он вот так вот выглядит вот отзыв на исковое заявление я давала кстати по числу сторон и в том числе но вы не были да соответственно я его давала я сейчас посмотрю если он у меня а адвокат получил хорошо у меня есть такие вопросы давайте пойдем по порядку уважаемый суд очень важно сейчас вопрос мы будем обсуждать исходя из этого искового заявления которое мы сейчас рассматриваем она первоначальная которая была подана написано что автомобиль стал нестабильно работать это было в марте восемнадцатого года правильно в марте восемнадцатого года не переключались передачи но может быть некорректно написано все таки что было могу сказать дело в том что получается из-за неисправности автомобиля он ушел в аварийный режим он скоростный набирал 20 километров в час я не механика хорошо давайте дальше вы не знаете выспаться познаниями не обладаете скажите пожалуйста вы говорите открутился болт это кто установил механики че и киселев видел и чем это подтверждается да вы не путайте следственные действия у пк с гпк какие показания какие показания это просто бла-бла-бла вот извините чем подтверждается откручившийся болт экспертиза написано что невозможно определить давайте экспертизе написано из-за неверной фиксации болта присутствовал как при осмотре гражданин а о центр при осмотре когда вы поехали в другой центр в другом центре ремонтировали кто присутствовал подождите приезжал несколько раз и акт осмотра транспортного средства по защите прав потребителей то разные то есть у вас нету его а почему вы к нему не обратились письменно составить акт не подкованный значит у вас нечем подтвердить что киселев не закрутил болт ну не киселев ооо центр нечем вы дальше идем показания откуда это прошлые показания не показания свидетели до были у вас вызваны они откуда свидетели у кого машина времени машина времени она где находится такой же нет организации вы сами написали вы же в иске написали что нет организации суд привлек и п и все-таки на максим николаевич суд сам привлёк установить хорошо пусть будет у машина времени где у ремонтировали автомобиль идем дальше письменную претензию вы в 2018 году отправляли в ооо центр не помните материал дела нету правильно не прикладывали к иску не помните скажите пожалуйста вы тут говорите по каким-то камерам все было видно по машину осмотрел это каких камерах идет речь они смотрели камеры то есть они машину двигатель насколько я знаю какие камеры мокли камерах видеофиксации правонарушений или какие камеры какую-то камеру типа микрокамера спускали двигатели смотрели это двигатели внутри это кто делал его нити был киселёв был его нити киселёв и киселёв вот вот давайте-ка в камеру они эндоскопом смотрели двигатель вот и называется эндоскоп давайте акт осмотра есть эндоскопом вот мы всегда делаем акт осмотра когда вы делаете вы нет ну вы видите у вас свой бы пока здесь дальше 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 у меня вопрос такой вы в исковом заявлении уважаемый суд написали значит что вы использовали машину для служебной деятельности это так все правильно для своей служебной деятельности уважаемый суд у меня на сегодня вопросов нет у меня есть когда то что передачи дела по подсудности в арбитражный суд поскольку это не защита у нас защита прав потребителей идет только тогда когда в личных целях используют здесь у нас использована а в предпринимательской деятельности автомобиль под предпринимательской деятельности понимается в том числе служебная деятельность у нее должен быть служебный автомобиль она использовала личный автомобиль личный соответственно это подсудность только арбитражного суда здесь нет защиты прав потребителей это не важно вы сказали что вы причем здесь отвезли повестку. Вы пишете, что вы ее использовали для служебной деятельности. Да, я еду на ней на работу. Я езжу на ней в магазин. Я отложу на ней повестку. В чем проблема? Это не проблема. Это суд будет мотивировать. У меня ходатайство о передаче дела по подсунулисти в арбитражный суд. Поскольку... У вас, видимо, предпринимательская деятельность и полиция. Это вот знак давно. Подождите. У нас Российская Федерация коммерческая структура, а уж не говоря про полицию. Теперь вот смотрите. Я сейчас хочу ваш иск еще раз изучить и написать, что я работаю следователем. Уважаемый суд. Вот знаете, какая страничка? Третья страница искового заявления. Третья. Там написано. Значит, я работаю следователем. Мне постоянно была необходима машина для выполнения служебных обязанностей. В связи с неисправностью автомобиля я должна была использовать такси. Машина необходима для исполнения служебных обязанностей. Это уже арбитражный суд сноярского края. Ну, вот у меня ходатайство есть, а суд... Может, я не правильно сформулировала эту фразу. Это не значит, что я осуществляю предпринимательскую деятельность. А вы знаете, что такое деятельность? Она может быть без образования. А вы дальше читаете? А зачем мне читать? Я была беременна, и мне надо было и в больнице ездить, и я ездила на эту машину. Вот если вы откройте преамбулу закона о защите прав потребителей, там написано, что товар или услуга должна использоваться только в личных целях. Это ограничение. Это в том числе мои личные цели. Я езжу на машине на этой, и на работу. И это моя личная часть. И это моя личная часть. Ладно, уважаемый суд, у нас из содержания искового заявления следует, что машина использовалась в равнозначных долях предпринимательской деятельности, под которой поднимается любая хозяйственная деятельность. Госструктура – это та же деятельность, служебная. На суд даже входит это обширное понятие. Поэтому у нас уже не может быть защиты прав потребителей. Ну, это... Что касается нашей позиции, я еще ее дальше изложу. Уважаемый суд, вот я можно по своему отзыву скажу наше мнение. Значит, у нас мы считаем, что ответчик ООО «Центр», я его интерес представляю, никаких убытков и вреда истин не причинял. Потому что как следует из претензий, имеющихся в материалах дела, в марте 2018 года истица сначала обратилась ООО «Центр», где ей была оказана услуга по замене ремня ГРМ, что она сама подтверждает, и ролика натяжителя. Также иные работы, которые указаны в заказ наряде, уважаемый суд, от 30 марта 2018 года. Он есть в материалах дела. Там вот есть перечень. Я так понимаю, эту сторону никто не отрицает. Дальше. Никаких иных услуг ей вообще не оказывалось. На следующий день истец провела диагностику коробки передач, сама где-то там провела, которая показала якобы некорректную работу коробки. ООО «Центр» в ремонт автомобиль не принимал насчет этой коробки. Она-то заявляет, что у нее коробка неисправна, передачка, ПП. В иске это написано. А мы коробку-то ей не ремонтировали. Дальше. Вы же подтверждаете, что мы коробку не ремонтировали? Можно я сразу... Можно. Ну, разрешите, а то я забуду. Дело в том, что когда я приехала в ООО «Центр» на следующий день, там механик, вот этот же механик, который делал-то двигатель, я ему говорю, у меня машина не едет. Хорошо, давай на диагностику. Они же и проводили диагностику. Они мне говорят... Это чем подтверждается? Механик их говорил. Я не знаю, как он... А, говорил. Опять говорил. Понятно. Механик, понятно. Их механик стал проводить компьютерную диагностику у меня машины. И он говорит, я не знаю, в чем причина, почему машина не едет, но у вас ошибка на коробку, на коробку передач. Вопросов нет, я не спорю. Мы коробку не делали у меня. И вам сказали, что у них нет специалиста по ремонту коробки. Давайте не будем перебивать. Просто закончат припистиг, потом вы должны раздавать. Невозможно говорить, когда вы оба пытались что-то сказать другому. Коробку мы не делали. Они мне говорили, да, что у них специалиста нет. И эта коробка была, я знаю, она выдавала ошибку. И эту коробку мы, по сути, эту ошибку устранили только вот месяц назад. Я на этой машине так и ездила. Но дело-то не в коробке. Это они мне тогда, этот механик, проведя компьютерную диагностику, говорит, у вас ошибка на коробку. Что с двигателем, я не знаю. Попробуйте обратиться в машину времени. Все. Вот и весь разговор. Так, то есть... И там вам Ваня поможет. А когда я давали, там толком-то не доехала. Ваня, когда Ваня эту машину несчастную загнала, стали смотреть, Киселева вызвали. Вызвали этого механик. Он пропан эти все загнули. Скажите, а машина времени, как вы говорите, по какому адресу находится? Держинского 51. Держинского 51. А кто такой ИПЕ, все-таки? На нем зарегистрировано, насколько я... А юрлицо ИП там? Ну да. Название машина времени, но такого нету. Просто на роде вот ее всегда машина времени. Уважаемый суд, то есть нету такого юрлица машина времени. Это просто название сервиса. Название сервиса. Юрлицо ИПЕ, все-таки. Который мы считаем надлежащий ответчик вообще по делу должен быть, по нашему мнению. То есть, уважаемый суд, я хочу у своего доверительства сеть. Я правильно же говорить, что диагностику делали и сказали, что нет специалиста, и вы можете обратиться в иной сервис. Правильно? Правильно. Ладно, вы извините, пожалуйста. Но они ведь сказали мне обратиться в другой сервис не из-за коробки. По коробке там было понятно, еще когда изначально мы машину к ним на ремонт ставили, у меня муж заканялся. Уже была неисправна коробка? Да, да. Они тогда про коробку нам сразу... То есть у меня муж загоняли. Уважаемый суд, прошу зафиксировать, когда обращались в сервис. Показовка идет, фиксация будет в судебном заседании. Уже была неисправна коробка? Да, но у нас по коробке нет скорб. Мы же не делаем. Почему так вы в Иске написали? Про коробку? Что она поломана? Да не писала я в Иске. Хорошо, ладно. У меня нет проблем с коробкой. У меня двигатель. Они просто не зафиксировали этот болт на двигатель. Давайте дальше. Давайте дальше. Вот я по отзыву опять по-своему хочу сказать. Вот вы приехали, машину времени, КП и Фсюдкин. ИП и Фсюдкин что сделала? Разобрала, она чего вам делать машину или что? Нет. Она стояла не разобранная длительное время. Почему? Потому что ждали Киселева. А Киселев все время завтра, завтра, завтра. А для чего вы его ждали? А как мы разберем машину без него? Он же должен был сам видеть это все. Что машина была сломана. Он приехал, посмотрел, увидел. Как машину при нем разбирали. Сказал, ну да, наша вина. Он так сказал? Да. Понятно. И никак вы это не зафиксировали? Вы, будучи с высшим юридическим образованием... У меня там даже не было. Туда муж все время ездил. А он вообще мекай. Он же ничего не понимает.